Дырявые перчатки Денский трудится в саду с начала мая. Тяжелой работы не боится. Помогал вспахивать поле, носил бетонные столбы. Поставили столбы, натянули проволоку в некоторых местах. Но еще столько же предстоит. Сложно. Физически хоть немного трактора помогают. Почему? Потому что соседние сады закладывались полностью вручную. Площадь сада 10 гектаров. Когда-то на этой земле работал заслуженный агроном Крыма Степан Крайнюк. Сегодня дело продолжает внук Михаил. Когда мы начинали заниматься натяжкой шпалера, мы еще только учились и натягивали где-то 10 рядов за 3 дня. Сегодня же мы за полдня натягиваем примерно 13-15 рядов. Для России суперинтенсивные сады, сельскохозяйственная инновация, новые методы выращивания фруктов и овощей аграриям пришлось познавать с нуля. Было непросто, но дело быстро заладилось. Мы присутствуем при процессе установки якорных столбов. Это тяжелые столбы с оснасткой, которые держат весь ряд. Вот сейчас гидробур размягчает землю, делает дырку. Мы заливаем туда воды. После этого команда людей поднимает этот тяжелый столб, устанавливает его в дырку. Конструкция должна выдерживать нагрузку в несколько тонн. Для устойчивости столбы вгоняют землю прессом строго на 70 сантиметров. Следующий этап – натяжка проволоки и установка системы капельного орошения. Это садовый трактор «Беларусь-320». К нему прикреплен вот такой размочек проволоки. Эта техника во многом помогает аграриям экономить время, пока он движется, рабочие успевают натянуть сразу 4 ряда. Переход на суперинтенсивные сады поможет повысить продовольственную безопасность. Качество импортозамещения станет практической площадкой для студентов. До конца мая здесь высадят больше 20 тысяч саженцев яблонь трех сортов. Галла Дилишес и Грэнни Смит. Первый урожай аграрии планируют собрать в 2023 году. Татьяна Балыкина, Влад Мошек. Утро нового дня.